Забивает легкие очки изнутри. Вторая попытка для Фэбиэна Блека. И точно еще раз попадает Фэбиэн. Немецкий игрок. Касание было от Робина. Смотрим. Для Белл. Сообразил с Моррисом Стайки, как вынести это все. Ждет, зовет Белл Хейнс Эля Солосиса, чтобы поменялись его защитник на него. Будет скрывать Болдуэна. И забивает два очка со свистком. Это Эндуар. Шишка. Пошел на подстраховку немного, но хотел заработать фол нападения. Не получилось. Вот мы смотрим. Интереснейшая, конечно же, вот эта вот у нас сегодня дуэль между Трей Белл Хейнсом и, конечно же, Уэйдом Болдуэном. Интересно, как закончится, потому что игроки стоят друг друга. Команда вперед. Продоставливается с Трей Белл Хейнсом. И Трей Белл Хейнс мажет, но зарабатывает фол на себе. Для Владимира Лучича это второе персональное замечание. Вот он, замечательный, фантастический блокшот от Джальна Рейнольдса. Еще раз смотрим со всех углов. Это, конечно же, неимоверный момент. Первый штрафной сбивает Белл Хейнс. Вот мы смотрим. В прошлой игре 34 очка. 9 ассистов. 11 потерь. Трипл-дабл. А если еще считать 10 фолов соперника, который... Но зря не верят. Это треть трехочкового от Сипсера. Третий точник. Белл Хейнс. Будет играть опять внутри. Будет искать свой проход. Находит уже. И Энд Ван забивает разыгрывающий Крайц. 21-24 счет. Вот смотрим скрин. Рискрин от Радосавлевича. Никто не вышел подстраховывать. Но там Пауль Цифсер решил немного погладить мяч. Сунуть руку. И у него это не особо получил. Основного центрового Бобна Радосавлевича. С площадки. Потому что не успел. Это немного на. Быстранова была Джайна Рейнольдс. И тут убегает прорыв Трей Белл. Ну и где-то Джереми Джонса не было. Даже рядом. Белл Хейнс проходит под кольцо. И завершает падать. Еще. Бобна Радосавлевич с мячом был. Отдал бэкдор пас на Белл Хейнса. Который как раз это то, что спортивный директор Баварии в интервью перед игрой говорил, что нам надо закрыть. Потому что мы дам-то Болдуина. Диджей Сили с мячом. Моррис и Стаке на нарушение. Посмотрим. На скорость не успевал уже Джей Джей Джонсон. И опустил руку, конечно же, на плечо. Судья был рядом. Это сто процентное нарушение правил. Белл Хейнс будет пробивать штрафные в пятый и шестой раз в этой встрече. Вот мы смотрим, что Белл Хейнс сезоном в 20-21 против Баварии забивает в среднем 22,5 очка. Делает 6,5 передачи. 3,7 по отбору за игру. Напомню, что в первых двух встречах этого плей-офф он забил 23 очка. В третьей встрече он забил 34 очка. Ну и, соответственно, в двух играх сезона, конечно же, у него неимоверная статистика. Особенно в встрече Баварии. Большой предражитель. Вот там обрядить точные трехочковые. Фолнопадение получает Пауль Ципсер на постановке заслона. Для Ципсера это всего лишь второе персональное нарушение. Белл Хейнс наконец-то размочил свой лицевой счет трехочковых. Он один из трех у защитника Крайстайма. А вот Фабиан Блетт не попал. Достаточно легкий бросок. Красивой своей ноги и забил. Два очка. Все-таки поверил Радошевич, что Белл Хейнс будет с твами ним бросать. После нельзя третьего, наверное, показывал. Смотрим, красивейший момент. Раз. Два. Три. Прыгнул Радошевич. И с фаолом в итоге Белл Хейнс сбивает просто в падении, в прыжке какой-то прыжок вовнутрь. Был три очка в одной атаке для разыгрывающего Крайстайма. 24 очка уже на его счету. 7 из 10 трехочковые. Один из четырех трехочковых. Не хватает, конечно, ему процента попадания трехочковых, потому что в прошлой встрече около 50. Пытался сыграть в мяч Владимир. Вот мы смотрим это на повторе. Просто хотел остановиться у него оппонента Белл Хейнса. Быстрый прорыв. 54-67. Первый штрафной забивает Трей. Пока еще не мажет в этой игре штрафные по сезону 86%. В принципе, шансов того, что он промажет с линии штрафного броска, очень мало. Смотрим. Куча травмированных игроков у Крайстайма. Регулярно их показывает. Были бы они все здоровые и готовы выйти, конечно, гораздо бы пришлось легче этой команде. Но, к сожалению, то, что в Баварии команда с историей, там особо нечего рассказывать о Крайстайме. Он был основан в 86-м году. Команда практически была додействия. 35 лет назад. Просто студенты.